Приснился раз, бог весь с какой причины, советнику Попову странный сон. Поздравить он министра в именины в приемный зал вошел без панталон. Но, впрочем, не забыто ни единой регалии, отлично выбрит он темляк на шпаге, все по циркуляру. Лишь панталон забыл надеть он пару. И надо же случиться на беду, что он тогда лишь свой заметил промах, как уж вошел. Ну, думает, уйду. Не тут-то было. Уж давно в хоромах народу тьма, стоит он на виду в почетном месте, множество знакомых его увидеть могут на пути. Нет, он решил, нет, мне нельзя уйти. А вот я лучше что-нибудь придвину и скрою тем досадный мой изъян. Пусть верхнюю лишь видят половину, за нижнюю же ответит мне Иван. И вот бочком прокрался он к камину и спрятался по пояс за экран. Эх, думает, не дурно ведь канальство. Теперь пусть входит высшее начальство. Меж тем тесней все становился круг особ чиновных тяющих карьеры. Невнятный в зале раздавался звук, и все принять свои старались меры, чтобы сразу быть замеченными. Вдруг в себя втянули животы курьеры, и экзекутор рысью через зал, придерживая шпагу, пробежал. Вошел министр. Он, видный был мужчина, изящных форм, с приветливым лицом, одет в визитку. Своего молчина не ставлю я пред публикой ребром. Внушается гражданством дисциплина, а не мундиром, шитым серебром. Все зло у нас от глупых форм избытка. Я же века сын, так вот на мне визитка. Не ускользнулся либеральный взгляд и в самом сне от зоркости Попова. Хватается, кто тонет, говорят, за паутинку и за кустер новый. А что, подумал он, коль мой наряд понравится. Ведь ей же правослово свободное, простое что-то в нем. Кто знает, что ж, быть может, подождем. Министр меж тем станы сгибал приятно. Всех, господа, всех вас благодарю. Прошу и впредь служить так аккуратно. Отечеству, престолу, алтарю. Эти мысли мои, надеюсь, вам понятны. Я в переносном смысле говорю. Мой идеал полнейшая свобода. Мне цель народ. И я слуга народа. Прошло у нас то время, господа, могу сказать, печальное то время, Когда наградой пота и труда был произвол. Его мы свергли бремя. Народ воскрес, но не вполне. Да-да, ему вступить должны помочь мы в стремя. В известном смысле сгладить все следы и, так сказать, вручить ему бразды. Искать себе не будем идеала, ни основных общественных начал в Америке. Америка отстала. В ней собственность царит и капитал. Британия строй жизни запятнала законностью. А я уж доказал, законность есть народное стеснение, Гнуснейшее меж всеми преступлением. Нет, господа, России предстоит, Соединив прошедшее с грядущим, Создать, коль смей выразиться, вид, Который называется присущим всем временам, И, став на свой гранит, Имущим, так сказать, и неимущим, Открыть родник взаимного труда. Надеюсь, вам понятно, господа. Раздался в зале шепот одобрения, Министр поклоном легким отвечал, И тут же с видом полным снисхождения Он обходить обширно и начал зал. Как вам? Что вы? Здорово ли Евгения Семеновна? Давно не заезжал я к вам, Любезный Сидор Тимофеевич. А, здравствуйте, Илпенефон Сергеевич. Стоял в углу плюгав и одинок Какой-то там коллежский регистратор, Он и к тому, и тем не пренебрег. Взял под руку его, Ах, антипатор Васильевич, Что, как ваш кобелек, здоров ли он? Вы ездите в театр, что вы сказали? Все болит живот? Ах, как мне жаль! Ну ничего, пройдет. Переходя налево и направо, Свой министр так перлы расточал, И но он подмигивал лукаво, На консоме другого приглашал, И ласково смотрел, И величаво. Вдруг на Попова взор его упал, Который, скрыт экраном лишь по пояс, И схода ждал, немного беспокоясь. Ба! Что я вижу! Тит Евсеев здесь! Так, так и есть, Его мы точно знаем, Но отчего же он виден мне не весь, И заслонен каким-то попугаем. Престранная выходит эта смесь, Я любопытством очень подстрекаю ему Видеть ваши ноги, да-да-да, Я вас прошу, пожалуйте сюда. Колеблюсь между надеждой и сомнением, Как на его посмотрят туалет, Попов наружу вылез. В изумлении Министр приставил глазу свой лорнет. Что это? Правда и наважденье? И как на вас штанов любезны нет, И на чертах изящно благородных Гнев выразил ревнитель прав народных. А что это значит? Где вы рождены? В Шотландии? Как вам пришла охота там, За экраном, Снять себе штаны? Вы начитались верно Вольтер Скотта? Или классицизм вызараженный, И римского хотите патриота изобразить, Или, боже упаси, Собой бюджет представить на Руси? И был министр еще во гневе краше, Чем в милости. Чреватый от громов, Зор заблестел, он продолжал, Вы наши доверие обманули, Много слов я тратить не люблю. Во-во-во-ва же превосходительство, Шептал Попов. Я не смел, свидетель курьеры, Я прям так приехал из квартиры. Вы, милость, вы смели, государь, Приехать так ко мне? На поздравление? В день ангела? Безнравственная тварь! Теперь твоя и вижу направление. Вон с глаз моих, Или нету секретарь? Пишите к прокурору отношения. Советник Тит-Евсеев, Сын Попов, Всенис провернуть власти был готов, Но строго благодаря надзору Такого-то министра, И мерек, Отечество спаслось от заговору, И нравственность не сгинула навек. Под стражей ныне шлется К прокурору Для следствия Сей вредный человек, Дерзнувшись снять публично панталоны, Да поразят преступника законы. Или нет, постойте, Коль отдать под суд, По делу выйти может послабление, Присяжные бесштанники спасут И оправдают корень возмущения. Здесь слишком громко нравы вопиют. Пишите прямо в третье отделение. Советник Чит-Евсеев, Сын Попов, Всенис провернуть власти был готов. Он поступил законом так противно, Но общество так явно поднял меч, Что пользу можно бы административно Из неглижей самого извлечь. Я жертвую агентом по две гривны, Чтобы его... Но скрашиваю речь, Чтоб мысли там внушить ему ины. Затем ура, да здравствует Россия. Министр кивнул мизинцем, Сторожа внезапно взяли под руки Попова. Стыдливость его не дорожа, Они его от Невского, Садового и средь смеха, Крика, чуть не мятежа К цепному мосту привели, Где новый стоит на вид Весьма красивый дом, Своим известным Праведным судом. Чиновник по особым поручениям, Которых до места проводил, С заботливым Попову по печеньям Сдал на руки дежурному, То был во фраке муж, С лицом пылавшим рвением, С оливиной физиономией Носил мальтийский крест И множество медалей, И в душу взор его Влезал все далее. В каком полкон некогда служил, В каких боях отличен был, Как воин, За что свой крест мальтийской получил, И где своих медалей удостоен, Неведомо. Ехидно попросил Попову он, Чтобы тот был спокоен, С улыбкой указал ему на стул И в комнату соседнюю скользнул. Один, оставшись в небольшой гостиной, Попов стал думать о своей судьбе. А казус вышел, кажется, причинный. Кто бы это мог вообразить себе? Попался я в огонь, Как сно повинный, Ведь из кони того еще не бе, Чтобы меня кто в этом виде встретил, И как швейцар проклятый не заметил. Но дверь отверзлась, И явился в ней С лицом почтенным грустью покрытым Лазоревый полковник, И из очей катились слезы по его ланитам, Обильный струящийся ручей Он утевал платком узором шитым И про себя шептал. Так, это он, Таким он был едва лишь исперен. У юноша, Он продолжал вздыхая, Попову было слишком сорок лет, Моя душа для вашей не чужая. Я в те годы, Когда бы ездим в свет, Знал вашу мать, Она была святая, Таких, увы, Теперь уж более нет. Когда бы она доселе, Бурак вам близко, Вы бы не упали Нравственно так низко. Но, юный друг, Для набожных сердец К отверженным не может быть презренья, И я хочу вам быть второй отец, Хочу вам дать для жизни наставление. Заблудших так приводим мы овец Со дна трущоб На чистый путь спасения. Откройтесь мне, Равно как на духу. Что привело вас К этому греху? Конечно, вы пришли К нему не сами. Характер ваш Невинен чист и прям. Я помню, Как дитёй за матыриками Порхали вы Средь кашки по лугам. Нет, юный друг, Вы ложными друзьями Завречены. Откройте же их нам, Кто больнодумцы? Всех их назовите И собственные утесть облегчите. Что слышу я? Ни слова? И пустить уже успело Корни вас упорства. Тогда должны мы будем Приступить к островости, Увы, И непокорству, Сколь нам не больно, Вас искоренить. О, юноша, Как сердце ваше Чёрство! В последний раз Хотите ли Всю рать Заврекших вас Сообщников Назвать? К нему попов достойны И наивно. Я, господин полковник, Я бы вам их рад назвать, Но мне ей богу дивно, Возможно ли Сообщничество там, Где преступление Чисто негативно? Ведь панталон-то Не надел я сам, И чем бы там Меня вы ни пугали, Другие мне, клянусь, Не помогали. Не мудрствуйте, Надменный санпилот, Свою вину Не умножайте ложью. Сообщников И гнусный Ваш комплот Повегните К отечеству Под нождю. Когда б вы знали, Что теперь вас ждёт, Вас проняло бы Ужасом и дождью, Но, дружба вы, Чтоб ведали мою, Отдуматься я Время вам даю. Здесь на столе Смотрите, Вам готово Достаточно бумаги И чернил. Пишите же. Мне додаю вам слово, Через полчаса Вас изо всех Мой сил. Тут ужас вдруг Такой объял Попова, Что страшно ли Он подлость Совершил. Пошёл строчить, Как люди В страхе гадкие, Имен невинных Многие десятки. Явились тут На нескольких листах Какой-то Шмидт, Два брата Шулаковы, Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах, Потанчиков, Гудимбадай-Корова, Деловерган, Шульгин, Строженко, Драх, Грай-Жеребец, Бабков, Ильин, Багровый, Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штих, Бурдюк-Лешай И множество других. Попов строчил С плеча И без оглядки, Попались в список Лучшие друзья. Я повторю, Как люди В страхе гадкие, Начнут, Как Бог, А кончат, Как свинья. Строчил Попов, Строчил Во все лопатки, Такая вышла Вскоре ектинья, Что, прочитав, И сам он ужаснулся, Вскрича Фуй-фуй И задрыгал И проснулся. Небесный свод Сиял так юный, Весенний день Глядел в окно Так весел. Висела пара Форменных штанов С мундиром купли Через спинку кресел. И в радость Уверился Попов, Что их Иван Там с вечера Повесил. Одним скачком Покинул он кровать И начал их В восторге Надевать. То было Лисо, Но счастье, О, радость. Моя душа, Как этот день, Ясна. Не сделал я, Бодай, Корове Гадость, Не выдал я Агента Вальяна. Не накрепал На Савичу Сладость. Мадам Гриневич Мною Не предана. Страженка Целый, Братья Шулаковы, Постыдно Мною Не ввержены Мною 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 Слыхал Ли кто Такое Обвинение, Что, Мол, Такой-то Встречен Без штанов, Так уж И власти Свергнуть Он готов. И где Такие Виданы Министры, Кто Так Из них Толпе Кодить Бо Мог Я Допущу Успехи Наши Быстры. Но Где же У нас Министр Демагог? Пусть Проберут Все Списки Регистры Я Пять Рублей Бумажных Дам В залог. Быть Может Их Во Франции Немало, Но На Руси Их Нет И Не Бывало. И Что Это Помилуйте За Дом, Куда Попов Отправлен В Наказание? Что За Допрос? Каким Его Судом Стращают Там Где Есть Такое Здание Что Заполковник Выскочил Во Всем Во Всем Заметно Полное Незнание Своей Страны Обычаев И Лиц Встречаемое Только У Девица А Наконец И Самое Вступление Но Есть Смысл Я Спрашиваю В Том Что В День Такой Когда На Поздравление К Министру Все Съезжаются Гуртом С попом Вдруг Случилось Помрачение Он Таким Оделся Башутом Забыться Может Галстук Орден Пряжка Но Пара Брюк Нет Это Уж Натяжка И Мог ли Он Так Ехать Мог ли В зал Войти Одеты Как Древние Герои И Где Резон Чтоб За Экран Он Стал Никем Незрим Возможно Ли Такое Ах Батюшка Читатель Что Пристал Я Не Попов Оставь Меня В покое Резон Ли в этом Или не Резон Я За Чужой Не Отвечаю Сон Резон Чтоб Резон 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 Продолжение следует...